Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии Алена Игоревна Оршенова. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Алена Игоревна, одна из самых обсуждаемых сегодня тем – это отчет Министерства образования России о реализации федеральной программы развития образования за 2012 год. То есть вы, как заместитель председателя профильного комитета, думаю, ориентируетесь в этом вопросе лучше, чем кто-либо, поэтому мы хотели бы все узнать из первых уст. Что было названо в качестве основных достижений этой программы в 2012 году, что возможно в качестве каких-то, может быть, невыполненных задач? Ну, приходил на комитет лично Дмитрий Викторович Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации, докладывал отчет и действительно было акцентировано внимание на неких центрах, которые в тестовом режиме в ряде регионов уже работают, такие независимые, как сертификационные центры, которые будут отслеживать и мониторить ситуацию в образовательных учреждениях. То есть мы уже обсуждали между собой о том, что лишним, в принципе, это не будет и что можно взять это как за основу и проецировать уже этот опыт на ряд других регионов с тем, чтобы можно было бы видеть, ну, стимулировать, во всяком случае, конкуренцию между образовательными учреждениями и видеть независимую оценку, потому что это очень важно, когда и родители стремятся в лучшее заведение отдать своего ребенка, обучаться, и, в принципе, и сами уже, сами дети и подростки, они тоже следят за этими событиями в образовательной сфере, особенно после мониторинга эффективности университетов. Я как раз хотела спросить, критерии, которыми будут пользоваться вот эти вот центры независимой оценки или независимой экспертизы качества образования, они будут едиными для всех или каждый из центров вот в силу своей независимости? Вы знаете, во-первых, мы понимаем, что в каждом регионе развит свой кластер, и мы говорили о том, что применяемые оценки, они будут как раз учитывать условия развития того или иного кластера, то есть как раз, если либо это электротехнические, либо это перерабатывающие отрасли, либо там химическая промышленность, или... Медицина. Да, абсолютно там разные, то есть у нас все будет разбито по кластерам, и уже оценки будут складываться, исходя из отрасли. Это может быть сделано по инициативе самих учебных заведений, или, допустим, родители могут учеников обратиться? Да, любой может обратиться, либо и совет родителей, либо совет обучающихся, то есть по любому запросу. Министерство образования, к примеру, региональное министерство образования может обратиться? Тоже может это сделать, да, да. Любой субъект образовательных отношений может обратиться, и я думаю, что и мы с вами можем это проконтролировать, чтобы это образовательное учреждение прошло там сертификацию. Возможно, это превратится в один из способов защиты вузов при проведении очередного мониторинга в этом году. Ну, почему бы и нет? Ну, кроме того, ну, чем инструментов больше, тем лучше. Ну, и с другой стороны, я вам скажу, что вот вы вспомнили этот мониторинг, он опять будет вот за учебный год проводиться, и добавлено еще два критерия. Эти два критерия – это учет отраслевой специфики. Этот критерий не учитывался, к сожалению, поэтому очень много университетов сельскохозяйственных, педагогических и культуры, искусства попали в список неэффективных университетов, причем вне зависимости от региона, будь то Москва, будь то Чувашская республика, будь то, например, Камчатка. То есть это неважно. И по количеству университетов, в принципе, одинаково пострадали все регионы, но особенно те регионы, там, как Кострома, например, где был один вуз, а не будет никакого, да, то есть в этом плане тяжело будет региону, и как там будут развиваться события, мне сложно предсказать. Вот, но что касается, например, второго критерия, то это учет количества студентов, учет востребованности, грубо говоря, количество студентов, работающих по специальности. Вот, сейчас разрабатывается методика, как это учитывать, потому что Министерство образования предложило учитывать одним образом, это обращаться там в различные наши госслужбы и следить, сколько на учете стоит там безработными по такой-то, значит, там специализации сколько по такой-то и так далее. Я предложила, что, понятно, что именно объективно этот показатель очень сложно вычислить, но если взяться системно, там с разных сторон зайти, и, например, в, допустим, других университетах, западных университетах, у них есть ЭЛМИ, так называемая, сеть выпускников, то есть сам университет отслеживает, где работают по специальности, зарплата и так далее, критерии. К сожалению, наши университеты, большинство, не занимается этими вопросами. Отработали, выпустили. Отработали, выпустили. И, к сожалению, они не знают ни средний заработок своих выпускников, ни работает ли он по специальности. Кстати, вот вы назвали два новых критерия, а прежние были скорректированы каким-то образом? Нет, прежние остаются такими, какие и были. То есть количество иностранных студентов? Да, площади и все прочее. И финансовая эффективность? Да, да, да. Мы с министерством проводили переговоры на этот счет, и, конечно, где-то, может быть, количество иностранцев должно быть высоким, а в сельскохозяйственных и в педах, например, я и не понимала. Я когда отставила университеты Чувашской республики, я говорила, ну, извините, вы можете себе вот так представить, чтобы, например, специально именно в этот Чувашский университет ехали иностранные абитуриенты, чтобы именно здесь обучиться за какой-то специальной профессией? Потому что, ну, вот, сельскохозяйственный и педагог, ну, допустим, да, агроном и педагог. То есть это означает, что, ну, я не знаю, что должно случиться, потому что в основном едут в Москву, Питер, и более того, именно министерство образования распределяет квоты между университетами. У нас в том году РУДН получил меньше, чем Вышка, Ранхикс, и другие крупные сейчас университеты, которые там объединяли, и которые на хорошем счету лично у министра образования. То есть здесь какой-то такой субъективный подход, и я об этом говорила и лично представителям министерства, и министру, и заместителям, и поэтому мы сейчас вмешались в эту ситуацию, и аудитор отследил эти контрольные цифры. Поэтому, понимаете, получается, что площади распределяет министерство, значит, иностранных студентов квоты контрольные цифры распределяет министерство. То есть это чисто... План финансовой деятельности устанавливает министерство. Да, да, поэтому очень субъективный подход. То есть кого хотим, мы выбираем, да, то есть такая политика фаворитизма такая получается. Но этого быть не должно, и наша самая задача просто вовремя отслеживать эти моменты. Ну, понятно, что эти критерии появились тоже, может быть, не субъективно, а потому что многие мировые рейтинги составляются именно по этим критериям. Поэтому лидируют и Оксфорд, Кембридж, и другие, и технические, и Массачусетские, и так далее, университеты, потому что у них по 50% иностранных студентов. 50%! То есть люди туда стремятся. Ну, понятно, там качество образования, и туда невозможно попасть практически. Создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в части требований к внешнему виду учащихся. Так точно. Вы вошли в эту группу? Вошла в эту группу, да. Вы вошли в эту группу. Вы сами какую форму носили школьную? Или носили, или заслали? Вы знаете, по-моему, первый класс и второй. У нас была форма школьная, но все, потом нет, потом не было. То есть это был свободный внешний вид. Какое-то время даже слишком свободный. То есть я помню, что это были и джинсы, и джинсы, и рубашки. Ну, кто во что гораст. Первое время вот эти 90-е годы. А потом у нас все был введен дресс-код, достаточно строгий. То есть это был черный низ, белый верх, и свитерок можно было какой-то. Сейчас речь идет о возвращении школьной формы? Нет. Или все-таки просто дресс-код? Нет, я хочу здесь внести некоторую ясность, чтобы ни родители не пугались, чтобы ни дети сами не боялись, что им придется, значит, как-то модернизировать школьную форму, которую им пропишут. Нет. Все в порядке. Здесь необходимо будет просто внести школам в устав некоторые поправки и внести строку о том, что должен быть единый внешний вид. То есть пусть это будет, ну, о школьной форме. И каждая школа, пусть это будет совет обучающих и совет родителей, пусть определяют вместе, какая школьная форма им понравится. И так, чтобы это не ударило ни по кошельку, так, чтобы это и деткам нравилось, так, чтобы и родителям было удобно и комфортно. В образовательном учреждении. Да, да, абсолютно верно. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас в студии была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Спасибо, всего доброго. Спасибо за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!